Здравствуйте, уважаемые любители спорта! 5 декабря 2019 года спортивный комплекс МГТУ имени Баумана встретил участников первого дня соревнований турнира по боксу памяти Ивана Степановича Багаева, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, основоположника секции бокса в Московском высшем техническом училище имени Баумана, которое с 1989 года находится в ранге Государственного технического университета. Турнир по боксу памяти Ивана Степановича Багаева также является детищем этого престижного технического вуза. 14 лет назад его воспитанники-энтузиасты Алексей Степанов, Андрей Анатольевич Калинин, который возглавляет в настоящее время управление спортивных сооружений МГТУ, поставили цель сохранить имя чемпиона и тренера Ивана Багаева в истории московского спорта. И сейчас 14-й раз проходит этот турнир, который вырос до титульного турнира Федерации бокса города Москвы. И победители соревнований могут не только показать здесь свое мастерство, но завоевать звание кандидата в мастера спорта по боксу. Конечно, бокс – один из многих видов спорта, которыми славится МГТУ имени Баумана. И в сетке календаря этого вуза много различных соревнований по другим видам спорта. Но в декабрьском календаре можно увидеть одну интересную деталь. В день финала турнира памяти Ивана Степановича Багаева начнется также турнир по бадминтону памяти Алексея Ивановича Киселева. Этот прославленный олимпийц и чемпион по боксу с 1975 года возглавлял кафедру физвоспитания МГТУ и стал здесь инициатором изучения бадминтона и проведения таких соревнований. Спорт един, многогранен. Физическая подготовка объединяет все слои населения. А бокс сегодня собрал в МГТУ представителей десятков московских вузов для того, чтобы проверить их силу, вносливость, навыки в единоборстве и, если хотите, смелость, отвагу, выдержку и волю к победе. Я очень люблю бокс. Я сама занималась, участвовала в сборной МГТУ имени Баумана. Желаю всем участникам победы, красивых боев. Самое главное, быть сильными и верить в себя. По раздельным решениям судей победу и выход в дальнейшую сетку сражений завоевал спортсмены с синего украшения. Бауманка гордится своими единоборцами и в особенности боксерами. Ну и, конечно, основоположником бокса в нашем университете Иван Степановичем Багаевым. Иван Степанович воспитывал боксеров-бауманцев с 1934 по 1992 год. Первого мастера спорта Иван Степанович воспитал в 1936 году. Благодарю им был Николай Королев, который победил в чемпионате Советского Союза среди тяжеловесов. И еще восемь раз он повторял это достижение. Был и у Ивана Степановича олимпийцы. Киселев Алексей Иванович дважды финалист Олимпиады. Баранников Виллингтон был также финалист Олимпийских игр в Токио. И много-много уважаемых состоявшихся людей были воспитаны Иваном Степановичем. Это уважаемые профессора, уважаемые руководители науки и юриспруденции. К Ивану Степановичу тянулись люди. Был очень добрый, тактичный, деликатный человек. Мастером спорта в 1987 году воспитанником Ивану Степановичу посчастливилось стоять мне. Так что вот такой вот человечище Иван Степанович более 50 лет воспитывал мастеров спорта. Мы продолжаем традиции Ивана Степановича. В Бауманском университете есть великолепный спортивный комплекс. Мы культивируем порядка 40 видов спорта, кроме бокса. Это и волейбол, это и легкая атлетика, и плавание, и водное поло, и так далее. Футбол, баскетбол. Вот в данном случае мероприятие проходит в баскетбольном зале. Бауманка любит спорт, любит здоровый образ жизни. Понятно, что мы лучший инженерный вуз, но и спорт нам не чужд. Хотя бы раз в год сотрудники собираются, долго готовятся к этой нашей маленькой олимпиаде. И она получается. Новые эмоции, задор, улыбки, веселье, куча болельщиков. Это здорово. Пусть так будет сегодня, завтра и всегда. Бауманка пропагандирует разные виды спорта. И в частности бадминтон. И более того, расскажу интересный факт. Долгое время, где-то около 25 лет, по-моему, заведующим кафедрой физвоспитания в нашем университете был Алексей Иванович Киселев. Дважды финалист олимпийских игр по боксу. Средневес, полутяжеловес. Великолепный боксер. Он был и тренером сборной команды Советского Союза на Олимпиаде 80. Возмужав, повзрослев, Алексей Иванович истово полюбил бадминтон. Он часами пропадал на бадминтонных площадках, играя, тренируясь с преподавателями. Он основал бадминтон в университете. Он привил любовь к этому спорту в университете. Так получилось, что мы сейчас проводим 14-й турнир памяти Ивана Ивановича Багаева. И на днях завтра откроется 14-й турнир среди ветеранов по бадминтону в памяти Алексея Ивановича Киселева. Так что приглашаю вас на турнир. И будем болеть за бадминтонные схватки так, как болел Алексей Иванович Киселев. Магомед Таргин в университете. В 1965 году я закончил на МТУ имени Баумана. И работал конструктором ракетных двигателей. Участливым в МТУ имени Баумана я занимался боксом под руководством Ивана Степановича Багаева. И хочется отметить, что Иван Степанович Багаев был не только замечательным боксером. В 1928 году в возрасте 22 лет Иван Степанович Багаев стал победителем Всероссийской рабочей спартакиады, а потом и Всемирной рабочей олимпиады. Он был прекрасным боксером. Затем перешел на тренингскую работу. Иван Степанович около 60 лет возглавлял секцию бокса в нашем родном мне МТУ имени Баумана. И воспитал очень много классных боксеров уровня Советского Союза, Европы и мира. Так, например, он тренировал Николая Федоровича Королева, тяжеловеса, который был многократным чемпионом Советского Союза. Он воспитал Великтора Баранникова, чемпиона Европы и Советского Союза. Он воспитал призеров и чемпионов Советского Союза, таких как Борис Зариктуев, Александр Дугаров. Он тренировал двукратного серебряного призера Олимпийских игр Алексея Киселева. А сколько было у нас в МТУ мастеров спорта, это просто и не пересчесть. И все это благодаря исключительному тренерскому таланту Ивана Степановича Багаева. Его тренерский талант, я считаю, основывался на его человеческих качествах. Он умел так построить отношения между собой и учеником, что мы, его ученики, просто молились на него. Это был человек с исключительными человеческими качествами. Он такой и добрый, и справедливый, и в то же время требовательный. То есть он обладал такими качествами, благодаря которым он и воспитывал боксеров. И вы учите их, что он, работая в МТУ вне Баумана, в высшем техническом училище, который готовил инженеров всякой специальности с самого высокого уровня. Но все равно мы, эти студенты, были одним из сильнейших студентов Советского Союза. И, несмотря на то, что у нас была очень серьезная, так сказать, программа обучения, благодаря Ивана Степановичу, боксеры в этом имени Баумана были одним из сильнейших боксеров среди студентов Советского Союза. И то, что мы сейчас проводим 14-й турнир памяти Ивана Степановича Багаева, я лично этому очень рад. И мне хотелось бы, чтобы эти турниры в памяти Ивана Степановича продолжались еще много-много лет. Потому что хочется, чтобы наши предки, дети, внуки и так далее, знали, что был такой Иван Степанович Багаев, замечательный боксер, заслуженный мастер спорта СССР, и замечательный тренер, заслуженный тренер СССР. Директором спортивного комплекса Мэтумене Баумана, а этот спортивный комплекс у нас очень большой, в нем и бассейн, и огромные спортивные залы, является также ученик Ивана Степановича Андрей Калинин. То есть Иван Степанович Багаев воспитывал человека, боксеров всесторонне, не только боксу обучал, но он их обучал так, что они становились хорошими людьми. Сегодня прекрасный день, мне очень интересно наблюдать за боями, я всем ребятам желаю удачи, бокс – это прекрасный вид спорта. Победу за моего спортсмена из синего угла Александра Палатизиева, честная хозяйственная академия. Работа, 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 работа. Я поступил в МВТ имени Бауна в 1971 году, а диплом об окончании получил в Олимпийском 80-м. Ну вот, уходил служить в Советскую армию. Боксом начал заниматься в трудовых резервах. А когда учился в МВТ имени Бауна, то, соответственно, тренировался под руководством нашего Ивана Степановича Багаева, когда еще заведующим кафедрой физ. воспитания был наш великий боксер Валерий Владимирович Попенченко. Иван Степанович Багаев, конечно, это человек-легенда. Мало, наверное, кто сейчас помнит из молодых, что Иван Степанович выиграл первую рабочую спартакиаду в 1928 году. Но свое отеческое отношение к боксерам он пронес через всю свою долгую и славную жизнь. Вот. Все мы помним прекрасную такую знаменитую шляпу Ивана Степановича Багаева. Наверное, она 30-х годов. Вот. И Иван Степанович летом постоянно в ней ходил. Вот. Значит, с Иваном Степановичем мы ездили не раз на разные соревнования, на матчевые встречи в городе Обнинск. Еще там ездили по области. Вот. Тогда же тренировался в нашем зале Иван Киселев, мастер спорта СССР. Вот. У меня остались про Иван Степановича самые светлые впечатления. К сожалению. Я часто бываю в нашем родном училище. Мы, ветераны МВТУ имени Баумана, так называем по старинке МГТУ. Вот. Дело в том, что меня в МВТУ привел мой отец, который в 54-м году с отличием окончил МВТУ имени Баумана. Я сам часто бываю в нашем училище не только на спортивных мероприятиях, но и на литературных вечерах. Вот. И особо радует то, что под руководством ректора Анатолия Александровича Александрова здесь молодежь готовит, так сказать, в спортивном отношении. Но и в культурно-познавательном плане, в литературном плане. Я не теряю связи с училищем и постоянно бываю здесь. В частности, вот в прошлом году было 150-летие нашего факультета энергомашиностроения, где мы с нынешним главным судьей соревнований Юрием Михайловичем Шмакаловым были очень такие желанные гости. Вы можете себе представить факультету 150 лет? Ну вот, и мы, как говорится, воспитанники МВТУ разных лет всегда храним очень светлое впечатление о нашем родном училище МВТУ имени Баумана. Мне очень хочется высказать самые добрые слова благодарности ректору Анатолию Александровичу Александрову за заботу обучающихся, за заботу о спортсменах, за заботу о культурном фронте студентов нашего... Ну я по старинке говорю МВТУ, но это МГТУ, университет имени Николая Эрнестовича Баумана. Вот, потому что забота ректора, она действительно делает учащихся всесторонне развитыми, как в спортивном, так и в литературном, так и в общем человеческом плане. И выпускники МВТУ, они действительно, как и раньше, выходят в жизнь всесторонне подготовленными и подкованными людьми. Спасибо нашему университету. Ну, в первую очередь я хотел бы поблагодарить организационный комитет и организаторов за то, что организовали этот турнир. Это великолепный турнир. Я думаю, он станет традиционным. Сюда должны приезжать студенты и многих других вузов, потому что это дань памяти великому боксеру. Я не побоюсь этого слова. Это те, кто прорубил окно и в Европе, и те, кто фактически закладывал первые карпичи в фундамент советского бокса. Вот такое впечатление, что он присутствует здесь, живой дух. И то, что вот здесь ребята касательно бокса, уровень, конечно, здесь недостаточно высокий, потому что ребята и второго разряда, и первого у них опыта мало, и они еще мало работают передней рукой, и многих вещей в боксе не знают. Но этот турнир необходим. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить организационный комитет, организаторов. Я думаю, это в будущее. То, что он сейчас турнир класса «Б», я думаю, придет время, здесь надо проводить универсиаду России, студенческие чемпионаты России среди вузов. Именно здесь, как основоположники, я думаю, это необходимо делать. В соревнованиях принимает участие 78 боксеров. Разряды имеют, ребята, вторая и третья группа одна, и вторая группа боксеров, кандидатов мастера спорта и перворазрядники. Это мероприятие является официальным, оно включено в единый календарный план московского спорта на 2019 год. Поэтому победители, призеры выполнят, соответственно, спортивные разряды или подтвердят также свои спортивные разряды. Это очень большой подспорь для тренеров, для ребят, для популяризации, чтобы они занимались, знали, для чего они занимаются, принимают участие, повышая свое мастерство, получают, соответственно, хороший разряд. Лучшие могут здесь завоевать, выполнить разряд кандидат в мастера спорта России по боксу. Мы вас всех приглашаем на это мероприятие, оно будет проходить с сегодняшнего дня до 7 декабря, начало финальной программы в 12 часов дня. В студенческих соревнованиях в основном здесь представители столичных вузов принимают участие. Ну и также есть ребята, которые занимаются боксом не в стенах вузов, представляют свои спортивные клубы. Мы их пригласили специально, чтобы увеличить количество спортсменов, чтобы турнир состоялся. Потому что на сегодняшний день студенческий спорт, особенно бокс, ну он как бы не очень популярен. Но надеемся же сдвинуть это с точки и надеемся, что бокс все-таки будет в студенческой среде, в вузах развиваться. Спорткомплекс функционирует, проведение турнира не мешает на проведении наших тренировок в зале бокса. Мастерство точится здесь, а показывается мастерство на турнире, второй зал. Уважаемые друзья, 14-й турнир по боксу памяти Ивана Степановича Багаева мы проводим в этом зале. Впервые к нам откликнулась федерация бокса, которая профинансировала частично этот турнир. Также есть спонсоры «Победи себя». Иван Степанович Багаев нам оставил глобальное наследство. Глубокое наследство не только плеяду воспитаннику, а такие крылатые выражения, которые мы пользуемся до сих пор. Бокс не шахматы, здесь думать надо. Ты мастером можешь и не стать, но инженером стать обязан. Одни из его крылатых выражений. Поэтому мы не ставим задачей воспитать олимпийского чемпиона, мы ставим задачей привить вид спорта, наш вид спорта, интеллектуальный вид спорта, чтобы им занимались инженеры и понимали, что это не только мордобой, а это еще, как это, сейчас попробуем сказать, чертменское искусство. Победи себя, проигрывая бой, мы не терпим поражений. Мы терпим поражения, когда опускаем руки и сдаемся перед жизнью. Занимайтесь боксом, любите бокс и становитесь целеустремленными. Не опускайте руки. Я начал заниматься в секции бокса МГТ Умени Баумана в 2010 году. Моим первым тренером был Поляков. Честно говоря, этот имя не помню. Хороший был тренер, потом занимался у Гойченкова Бориса Георгиевича. Попал в сборную МГТ Умени Баумана в 2013 году. Ну что, мой соревновательный опыт начался также в 2010 году. Мой первый бой был где-то, наверное, в октябре месяце, когда я начал только-только заниматься. Но в течение 7 секунд бой закончился, ввиду явного преимущества противника. Он меня отправил в нокдаун, а по правилам бокса у новичков первый нокдаун означает снятие с боя. С тех пор, в течение трех лет, я соревновательную практику не вел. И следующий мой бой был в марте 2013 года. Был парень из Плехановского института. Моя соревновательная практика началась с открытых рингов. Я постепенно набирал опыт. Потом моё первое соревнование было как раз Багаевский турнир в 2013 году. Там я боксировал с парнем из МАИ, Глумовым Лазарем. Ну, такой жесткий парень, но хороший был опыт, хоть я и проиграл бой. Ну и дальше, соответственно, я начал выступать на вузах и дорос до первого спортивного разряда. Я ездил несколько раз в Тверь на мастерский турнир. Ну, я пусть там тоже проигрывал. С 2012 года я регулярно выступал на студенческих играх, где представлял наш вуз. В 2016 году я рискнул выступить в группе мастеров. Ну, тоже хочу сказать, опыт, хотя проиграл. Сейчас я занимаюсь, ну, скажу так, просто для себя. Мне нравится выступать на турнирах. Это адреналин, опять же, хороший жизненный опыт. Ну, что сказать, представлять наш клуб, где боксиров, где занимались и за которым выступали так много именитых личностей, такие как Баранников, Багаев, Королев, ну и другие, это, конечно, большая ответственность лично для меня. Вот. И это в определенном смысле дает некие силы во время поединка. Сейчас я также являюсь студентом Гитлебаумана. Я закончил в 2016 году. Сейчас на втором высшем обучаюсь. Вот. Закончил я по специальности инженера, сейчас учусь на программиста. Вот. Продолжаю заниматься. Зал хороший. Что хочу сказать про тренеров. Основную базу мне дал Владимир Васильевич Созинов. Бесспорно, это специалист высшего класса. Именно при нем я вот получил свои, так сказать, наибольшее количество навыков, которые я использую. Также хочу отметить двойчиного Бориса Георгиевича, ныне покойного, к сожалению. Турнир памяти Ивана Степановича Багаева. Наши боксеры вполне успешно выступают в этих соревнованиях. В этом бою для дуяного преимущества победу выход в следующий круг, что воевал Алексей Иванович Николаев. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»